Следующее задание такое на перехват атаки. Это одновременно как бы ответная работа, но перехватывание, перебивание ближней и средней дистанции. Ваши действия где-то одиночный снизу, одиночный сбоку. Мы с вами уже работали в этой ситуации, но сейчас я хочу, чтобы у вас вот эта моторика какая? Защитные действия, чтобы вы не напрягались. Вот сейчас вы делали, вы напрягаетесь, когда защищали. Вот пляж я задран и всё. Вот работа корпусом, опускание плечей, поднимание плеча, подставка локтя. Она всё равно даёт возможность, что? Второй половине, да, быть более немножко расслабленным. Не всему превращаться в железобетон. Поэтому вот это, когда вы будете сейчас сделать, у вас обоюдно снизу походил, сбоку, снизу ударил. Но первый номер тот, кто взрывается тройкой. Моей любимой тройкой. Классической тройкой. Снизу, снизу, сбоку. Вот у второго номера задача тут же, вместе с первым же, последним ударом точнее, перехватить эту тройку, тоже тройка. То есть он раз-два-три. И какая у меня рука свободнее? Правильно. Та-та-тан. Тут же перебить её. А первый номер, тот, кто начал первую тройку. Может что? Та-та-оп. Да, защитился? И ещё одну дать. А второму номеру опять безвыходно отвечать. Праздник. И получится раз-два-два. Та-та-тан. Та-та-тан. Можно какую-нибудь мелодию, да? А сбоку ты куда будешь бить? Приготовились. Время. Ближе. Стоп. Так, давайте уберём эту игровую манеру одиночными ударами. Только тройка. Ясно? Кто первый начал, тот и первый. А то бы начали тут одиночно. Мне вот этот перехват тройку на тройку для вас более важен. Группировка мягче. Не знаю. Не, налево. Стоп. Обратили внимание, во-первых, суетите. Вы ещё не бьёте, вы уже что-то прыгаете. Вы уже в ближней дистанции. Ближняя дистанция под собой очень какое? Рассчительное и бережливое отношение к собственной энергии. Перестаньте здесь прыгать, вы напрягаетесь. Встаньте, ноги пошли, опуститесь. Да, корпусом что-то делает. Но, видал тебе сбоку залетело? А твои боковые вот здесь идут. Тройка же она идёт. Видишь, без обстановки. Хорошо прям. Раз, два. Видишь, не останавливается. Вот это, да. Поэтому вот здесь плечами. Не суетите, давайте, давайте. Не с той руки. Тройка должна перехватывать. Стоп. Лично готов. Лично готов помочь. Обратите внимание. Смотри, стой на меня. Давай. Посмотри. Даже без скачка, да? Короткий удар. О! Посмотри с той стороны. Чё-то я ему в печень попал. А почему я попал в печень? Да. О! В телезёнку попал. Представляешь? А вы бьёте. А вы бьёте вот сюда. Ага. Вы стоите вот так, вы наклоняетесь. Ближняя дистанция, это не наклон. Это вот здесь вот подсесть. Во! О! Ты видишь, как ты сразу смог? Подсесть. А вы вот здесь себя толкаете. Поэтому что у вас происходит? Вы и бить не можете, да. И руки вот здесь стоят. Здесь всё открыто, есть лига. Вы когда опускаете попу, у вас что происходит? У вас сгибается, у вас становится ваш позвоночник ещё более круглым, вы поясницу расслабляете. Поэтому локти фактически полностью перекрывают. Локоть, предплечье полностью перекрывает вас. А когда вы наклоняетесь, вы здесь открыты. Тройка должна быть, а не повторная. Ну бей ты ему, бей. Ну вот же, открыто всё. Почему ты бьёшь сюда? Заставь себя, страшно начать. Почему ты опять ударил по рукам? Почему вы бьёте вот сюда? Страшно начать? А? Да, правильно. Страшно начать, потому что он тебя ударит. Но если ты будешь бить вот сюда, то он в это мгновение, ну не может он тебя ударить этой рукой. Заставь себя, перебори этот животный страх. Ужас. Это самая страшная дистанция, конечно же. Но когда ты бьёшь, он тебя не бьёт этой рукой. Хочешь ты или нет. Бей. Медленнее. Стоп. Появился другой момент. Вы в ажиотаже, что сейчас перехватите, игнорируете защиту. Вот уже неоднократно оба вы пропускаете сбоку. Угу. Вы, ты же знаешь, что третий удар будет сбоку. Да. Поэтому локоть, локоть, плечо. Дождаться, дождаться и перехватить. Но ведь я поднимаю, когда это плечо, у меня это плечо расслабляется. Нужно, конечно, и с этой руки ударить, используя как инерция падения. Но задание немножко другое. И должна быть вот переворот плечами. Я это плечо поднимаю, а это опускается. А вы стоите прямо. У вас по инерции локоть, локоть опускается, и здесь вы пропускаете сбоку. Неосознанно. Поэтому вот плечевая работа должна присутствовать здесь. И локоть уходит ниже печени. Давайте, доработайте ещё. Не торопитесь. Ой, молодцы. По-другому сейчас? Две плечами. Молодцы. Время. Браво. Браво. Молодцы. И вот ещё раз говорю. Видите, что вы начали работать вольно, в ближней дистанции, ещё что-то, да? Вы работаете в паре, ребят. Вы же сейчас не на Кубок Дэвисов или на какой-то пояс чемпионский, правильно? За большие бешеные гонорары. А чисто для себя, для души, да? И так помогите друг другу. Вы сейчас кайфанули-то в большей степени не от того, что ты товарищу залез в голову, а на то, что тебе бам, прикольно, защиту ты сможешь защитить. То, что правильно. У тебя мозг больше кайфует, когда он защищает, когда с тобой прокинет ещё партию, ничего сделать не может. Вот в чем дело. И ты себя чувствуешь каким? Непобедимым. Непобедимым. Молодцы. Помогай друг другу, не торопай. Хватит. Пошли, всё. Молодцы. Я специально говорю, остановитесь на этом. Вот вас поймало, ребят, всегда есть право такое. Получилось хорошее действие даже на лапах. Вот держим всё у человека. Бам, получилось у него движение. Всё, надо остановиться. Всё, поймал. Ну, повторил ещё пару раз. Вот на этом, чтобы всё, это в голове, чтобы ты переспал с этим. Мы сейчас опять полезли бы дальше, опять каша в голове оказалась. Вот у вас сейчас хорошее осознание здесь, у вас гормоны какие-то открылись. Ой, здорово. Вот на этом тормоза. Давайте, молодцы. Вот такая вот она ближняя дистанция. Опасно, но в то же время можно с особым цинизм, то издеваться над противником. И партнёром тоже. Помогай друг другу в отработке. До встречи, всего доброго.